В Казанском федеральном университете сохраняется масочный режим. По всему высшему учебному заведению можно встретить подобные дозаторы антисептика. Обучение проходит как в очной, так и в онлайн форме. Чтобы перейти на дистанционный режим, необходимо просто заполнить соответствующее заявление. Это про нас. Что происходит со студентами Европы, Южной и Северной Америки? С какими сложностями они сталкиваются? Давайте разбираться. Первый, кто нам ответил, был Июль Туна Докми, студент Вестминстерского университета в Лондоне. Напомним, что Великобритания объявил локдаун с 5 ноября до начала декабря. Как организовано обучение в пандемию коронавируса? Наше обучение в основном это онлайн лекции. Мы используем платформу Blackboard. Занятия проходят у нас каждые две недели. Студенты учатся раз в неделю, потому что мы в двух разных группах. Я, честно говоря, нарушаю правила и хожу на занятия каждую неделю, взамен того, чтобы посещать лекции раз в две недели. Думаю, это вполне нормально. Некоторые люди не носят маску вообще. Из США, Малачи Джоверс, студент старшей школы западного Форсайда из штата Джорджия. Весь первый семестр мы полностью на онлайн. Все обучение на компьютерах. Прямо сейчас в Соединенных Штатах не так строго, как это было в самом начале. Почти все открыто со свободным доступом, например, кинотеатры. Нет кого-то, кто силой заставляет тебя носить маску. Некоторые люди не носят маску вообще. Мы должны носить маски только, например, в правительственных зданиях или в больницах. О новой реальности интернет-коммуникации Юрий Вандергес, студент Амстердамского университета прикладных наук в Нидерландах. Сейчас так много студентов, которые на самом деле даже не виделись весь этот учебный год. Они видели друг друга только онлайн, на своих компьютерах. Я не думаю, что это хорошо и правильно. Время в колледже или в университете – одно из самых важных в твоей жизни. Потому что ты развиваешься в личностном плане, встречаешь новых людей, других студентов. И вместе вы можете что-то обдумать. У вас могут быть бурные обсуждения. А вот на компьютере это не работает так же хорошо. Тебе нужно встретить реального человека. Мы опять закрыты и находимся в онлайн. Петро Дель Франко, студент университета в Баконе из Милана, Италия. Во время периода этой пандемии мой университет начал использовать образовательную платформу, где мы можем слушать лекции и сдавать экзамены. После первой волны пандемии мы начали возвращаться в наш студенческий городок. Но вот сейчас мы опять закрыты и находимся в онлайне. Каких лекций больше – онлайн или очных? Рассказывает Курут Спани, студент университета Кароли Гаспаро, Будапешт, Венгрия. У нас, там, где я сейчас учусь, что-то наподобие краткосрочного высшего образования. Это означает, что мы встречаемся как очно, так и онлайн. По правде говоря, у меня больше онлайн занятий. Некоторые студенты предпочитают учиться лицом к лицу. Кармен Крители, студент университета Маастрихта, Нидерланды. Прямо сейчас у нас есть возможность выбрать, как проходить обучение – очно в университете или онлайн. Я думаю, что это очень здорово, потому что некоторые студенты предпочитают учиться лицом к лицу, взамен постоянному обучению перед экраном. Занятия по 6-8 часов каждый день. Соло Малакари, студент Фавалорского университета Бойнос-Айрес, Аргентина. Прямо сейчас я у себя думаю, потому что у нас онлайн занятия с понедельника по четверг. Почти по 6-8 часов каждый день. Все экзамены проходят онлайн, исключено видеокамерой. Думаю, что уровень их сложности такой же, будь мы в нормальных условиях. Я этим очень довольна. Правительство страны и администрация университетов старается сделать все возможное. Однако сохраняется общая неудовлетворенность дистанционным обучением. Кто-то говорит о снижении качества образования, кто-то о неготовности технической базы для проведения интернет-лекции или увеличения учебной нагрузки. Что по этому поводу думают студенты других стран и что, в свою очередь, они могут предложить? Что посоветуете правительству и администрации вашего университета? Нужно сделать понятным нашему правительству, что не только социальная дистанция, мытье рук помогает остановить вирус, но и свежий воздух. Коронавирус в основном распространяется по воздуху через мелкие частицы аэрозоля. Если у вас много свежего воздуха, установлена хорошая система кондиционирования, социальная дистанция становится уже не так актуальна. Кроме того, 60-80% лекций проходят онлайн. И я не верю, что это хорошо для качества образования. Я бы порекомендовал университетам сократить дистанционные занятия, скажем, до 50%. Дистанционное обучение для нас представляет такую же сложность, как и для педагогов. Куруц Пани из Венгрии. Чтобы я посоветовала администрацию университета или тем, кто работает над моей системой обучения, так это быть более терпеливыми. Дистанционное обучение для нас представляет такую же сложность, как и для педагогов. За себя могу сказать, что мне, например, непросто учиться онлайн, потому что я очень легко отвлекаюсь на что угодно в моем доме. Намного труднее сконцентрировать мое внимание во время онлайн-лекций. На чем сделать акцент правительству для лучшего будущего страны, рассказывает Сол Малакари из Аргентины. Своему правительству я бы порекомендовала сделать акцент на студентах, которые не имеют даже компьютеров, чтобы быть на онлайн-лекциях. Необходимо, например, позволить им посещать занятия очно с соблюдением социальной дистанции. Иначе они не имеют возможности получить образование. Я же думаю, это очень важно для будущего нашей страны, чтобы мы все получали образование. Малачи Джоверс из Соединенных Штатов Америки рассказывает, что поможет восполнить нехватку общения. Руководству нашей высшей школы нужно не только стараться заставить посещать студента плановые занятия, но и устраивать клубные онлайн-собрания по интересам. Это бы объединяло нас. Это то, что особенно необходимо сейчас, когда так не хватает общения. Мы стали очевидцами трансформации системы высшего образования в целом. Давайте проанализируем плюсы и минусы. Что-то примем на вооружение, от чего-то откажемся. Главное, не нужно отвергать эти изменения. Дистанционное обучение не инновация. В 18 веке уже появились стабильные почтовые службы. Начали работать и первые обучающие курсы по почте. Ученики заочно выполняли задания, отправляли ответы. В 18 веке такое обучение растягивалось на долгие месяцы. В 21 это считанные часы. Фарид Захит Углы, Илья Андреев, Универ Ньюс.